Юлия Кондратьева обратилась в социальный центр «Доброта» сразу после рождения дочки Тани. Здесь молодой мамочке оказывают всю посильную помощь. Дают вещи для малышки, продукты питания, организуют необходимые консультации узких специалистов. Как говорит Юлия, таким социальным партнерством она очень довольна. Все плюсы и минусы работы центра девушка указала в специальной анкете. Мне вот как, ну что-то вот так с ними обращаемся, разговариваем, очень хорошо. Люди очень тут хорошие, добрые, помогающие вот так вот. Больше я не могу ничего сказать. Вот я ему могу сказать спасибо за все, что они нам помогают. Сегодня один только центр «Доброта» обслуживает более 1300 жителей областного центра и Благовещенского района. Люди обращаются сюда за самой разной помощью. Здесь помогают детям и взрослым, имеющим ограничения по здоровью, пенсионерам, малоимущим. Спектр социальных услуг самый широкий. Ну, во-первых, обслуживание на дому мы можем получить, да. Можем получить услугу сиделки, это новая у нас услуга. Можем получить услугу няни на час. Сейчас у нас в проекте это услуги оказания помощи детям с ограниченными возможностями в плане ухода. Ну, я говорю, услуги няни на час. Анкетирование проводилось не только в Центре «Доброта». Опросные листы в течение двух дней раздавали еще в 130 объектах области. Это и учебные заведения, поликлиники, детские сады и даже сельские дома культуры. Активисты Общероссийского народного фронта решили поставить свою оценку. Качеству предоставляемых услуг населению в социальной и образовательной сфере. В анкетах, которые раздавали волонтеры, почти 30 вопросов. Нравится ли вам работа учреждения? Отношение к посетителям? Насколько комфортное условие для работы и приема? При оценке учреждений учитывалась каждая мелочь. Важно то, что свой вердикт выносили не чиновники, а простые граждане. Мы хотим все-таки поставить реальную оценку качества предоставляемых услуг в данных учреждениях. Не та оценка, которая сегодня дается у нас официальными органами. Именно те жители, которые пользуются этими услугами, хотим их услышать и промониторить. Масштабное анкетирование, организованное Общероссийским народным фронтом, прошло не только в Амурской области. Свою оценку качества работы социальных и образовательных учреждений выставили во всех регионах России. Все анкеты, собранные общественниками, будут обрабатывать в Москве. А все итоги этой акции, плохие или хорошие, станут поводом для размышления. Что менять, а что наоборот, поддерживать в этой сфере дальше. Юрий Камышный, Максим Шейкин, Первый областной канал.